Глава государства подписал закон Республики Узбекистан о валютном регулировании в новой редакции. Нормативным актом определяются основные принципы валютного регулирования, цели и сферы действия закона. Документом вносится и ряд важных новшеств. К примеру, физические лица вправе открывать счета за рубежом, а также вывозить из страны валюту в эквиваленте до 100 миллионов сумм. Что еще предусматривается данным законом в комментарии нашего корреспондента? Результат либерализации валютной политики Узбекистана, инициированный руководителем страны, показателен. Объем валютных операций, осуществляемых юридическими физическими лицами, продолжает динамично расти. Вот статистика. С января по август 2017-го физическими лицами банкам было продано 8 миллионов 100 тысяч долларов. А уже в сентябре-декабре того же года показатель вырос в 106 раз, до 854 миллионов 200 тысяч долларов. В этом году за первые его 9 месяцев граждане продали банкам 2,5 миллиарда долларов. Что касается хозяйствующих субъектов, то расклад такой. За первые 9 месяцев 2017-го продажи составили 1 миллиард 300 миллионов. За тот же период 2019-го уже почти 6 миллиардов долларов. Покупка же иностранной валюты увеличилась с 3 миллиардов 600 до 8 миллиардов 700 тысяч долларов. Рост беспрецедентный. Это при том, что действующее законодательство до сих пор не было оптимизировано под требования современности. Для приведения нормативной базы в соответствие была разработана и одобрена парламентом новая редакция закона о валютном регулировании. А в этот день свою подпись под документ поставил глава государства лично. Закон был разработан во исполнении указа президента о перворечных мерах по либеризации валютной политики. В законе определены основные принципы валютного регулирования и валютного контроля. Закон охватывает все виды валютных операций, которые совершаются на практике в Росиболе и Кузбекистане. Вследствие чего теперь отсылочные нормы в законодательстве, их количество намного сократится. Это позволило уже сделать закон законом прямого действия, что значительно облегчит понимание нашего валютного заказа со стороны международного сообщества и со стороны нашего населения. Изменения коснулись даже базовых моментов. Некоторые утратившие актуальность нормы были исключены, а взамен закон дополнился новыми статьями. Новое определение в законе – это умеренные суммы переводов неторгового характера. То есть до 100 миллионов сумм теперь резиденты могут проводить операции в иностранной валюте неторгового характера между собой. Еще одно направление, вот именно в разрешительных процедурах, были отменены некоторые разрешения, которые раньше выдавались центральным банком. В том числе на вывоз иностранные валюты, на открытие счетов за рубежом. Вот еще к актуальности. До принятия этого документа основных принципов государственной политики в области валютного регулирования не было. Новый закон исправил недочет. Вот цитата из документа. «Основными принципами настоящего закона являются единство системы валютного регулирования и валютного контроля, приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования и валютного контроля, недопущение незаконного вмешательства государственных органов в валютные операции резидентов и нерезидентов». Конечно, нормы такого важного документа были тщательно продуманы. В процессе разработки закона участвовали эксперты Международного валютного фонда, а за основу для внедрения брался опыт таких стран, как США, Франция, Великобритания, Россия, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия и другие. «После разработки проекта документ был рассмотрен как со стороны Международного валютного фонда, так и со стороны Всемирного банка, и были учтены также их экспертные мнения. Таким образом, данный документ отвечает всем международным стандартам». Анализ показывает, что в большинстве стран существуют ограничения на вывоз наличных из страны. Например, в таких странах, как США, Россия и Казахстан, можно вывозить до 10 тысяч долларов. В Великобритании, Австрии, Бельгии и Франции – до 10 тысяч евро. Для этого, естественно, требуется заполнить декларацию. Похожие критерии внесены и в наше законодательство. Вот цитата по этому поводу из статьи под номером 22 настоящего закона. Ввоз наличной валюты Республики Узбекистан и иностранной валюты в Республику Узбекистан физическими лицами осуществляется без ограничений. Вывоз наличной иностранной валюты и иностранной валюты Республики Узбекистан физическими лицами осуществляется на сумму, не превышающую 100 миллионов сумм. «Раньше этот лимит составлял 5 тысяч долларов в целях создания удобств населению, в частности, тем людям, которые выезжают на учебу, на лечение, для получения образования за рубеж. Лимит по вывозу наличной иностранной валюты был установлен в размере 100 миллионов сумм в эквиваленте. На самом деле это позволит физическим лицам более свободно распоряжаться своими валютными средствами. И уже не требует получения разрешения от Центрального банка. Вывоз наличных сумм, превышающий эквивалентную сумму, то есть 100 миллионов сумм, осуществляется в порядке, установленном правительством страны. Юридическим лицам запрещено ввозить и вывозить наличные деньги иностранную валюту из республики за исключением банков Узбекистана. Далее законом закреплено, что органом государственного валютного регулирования является Центральный банк Республики Узбекистан. А при определении курса валюты республики по отношению к иностранной валюте исключительно используются рыночные механизмы. Также в новой редакции закона о валютном регулировании значительно повышается статус национальной валюты Республики Узбекистан как единого платежного средства в стране. В частности, все обязательные платежи, а также госпошлины впредь должны изыматься исключительно в национальной валюте. Это даст увеличение доверия к национальной валюте. То есть, если раньше отдельные виды товаров и услуг, цены на них могли устанавливаться в иностранной валюте, и это приводило к определенным рискам с точки зрения населения, связанным с изменением валютных курсов, сейчас все эти риски убраны. Закон носит порядок валютной жизни. Устанавливается единство системы валютного регулирования и валютного контроля. Но ни в коем случае не допускается незаконное вмешательство государственных органов в валютные операции резидентов и нерезидентов. Словом, удобство и для граждан, и для бизнеса, и для инвесторов.